Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Это уже десятый день подряд, который мы посвящаем Верховному суду над Бреттом Каванна. Мы сделали это потому, что эта история имеет значение, не просто потому, что высший судебный процесс сам по себе имеет значение. То, как с Каванна обращаются демократы в Сенате, так же, как и СМИ и левосторонние заинтересованные группы, делающие ставки в этом представлении, поднимает основной вопрос о том, в какой стране мы хотим жить. Достоин ли каждый американец равного суда? Обладает ли обвиняемой презумпцией невиновности или же виновности? Значит ли справедливость что-либо в этой стране? Ну, на все эти вопросы мы отвечаем «да». Левое же считают «нет». Для них получение власти оправдывает все, что угодно. Вот реальная тема для обсуждения. После разработок деталей процесса, а их было много. После вчерашних слушаний обсуждение должно быть окончено. Тяжело представить себе, что возможно смотреть вчерашнюю речь Каванна в Сенате и не испытывать вздымающуюся в процессе симпатию. Глубоко искренний человек, который верит в то, что его семья разрушена ложными и неподтвержденными заявлениями. Многие пустили слезу во время его речи. Демократы же остались неподвижны. Некоторые считают, что мучения Каванна уже являются доказательством, что он монстр. Как если бы от названия сексуальным преступникам, становились бы сексуальными преступниками? Календарь и дневник. Мягко говоря, очень организованный парень. Возможно, это прозвучало не очень, но вы поняли суть. Сегодня Барбара Боксер пояснила, его гнев заставил ее считать, что он человек, способный на насилие. А вы бы не были в гневе, если бы про вас такое сказали. Но не важно, что они говорят, демократы при этом не имеют ничего личного. Они не ненавидят Каванна или его семью. Они не стремятся уничтожить никого из них. Им просто не важно. Демократы просто хотят быть у руля. Так, вчера они незамедлительно начали тянуть время требованиями седьмого расследования ФБР жизни Каванна. Их цель — тянуть резину перед выборами в Конгресс. И они продолжили пользоваться данной тактикой сегодня на двух слушаниях, в особенности вечером, когда был созван судебный комитет Сената. Я не могу здесь сидеть. Я не могу принимать участие в том, что история вспомнит как темный момент. Так же, как мы вспоминаем слушания Аниты Хилл и Клэренса Томаса. Я не могу участвовать в этом и снова, не сводить себя, как я считаю, темным элементом общества. Поэтому, господа, я ухожу. Это был сенатор Нью-Джерси Кори Букер. Человек настолько скользкий, что может считаться альтернативным источником топлива. Почти никто не воспринимает его всерьез, но сегодня он нашел соратника, как ни странно, среди республиканцев. Это был Джефф Флейк из Аризоны. Флейк заявил, что будет голосовать за назначение Каванна. И после столкнулся с толпой кричащих протестующих, молодежной демократической партией. Смотрите. Вы допускаете того, кто не хочет брать на себя ответственность за свои поступки, сидеть в высшем суде страны и играть роль в восстановлении урона, нанесенного многим людям в этой стране? Нет, нет, уж спасибо. О чем вы думаете? У вас власть? Мэм, вы хотите поговорить с его адвокатом? Нет, я хочу поговорить с ним. Не говорите со мной. Я понимаю. Но скажите мне, я стою прямо перед вами. Что у вас? Вы считаете, что он говорит правду? Ух ты. Этот человек выглядит испуганным и застыженным. Я не часто вижу сенаторов в таком положении. Такие происшествия в Вашингтоне стали часто случаться. Как случилось с Тедом Крузом, который обнаружил себя на обеде окруженным красными стражами, как эти, и покинул ресторан. Джефф Флейк сломался и объявил, что не одобрит назначение Каванна без дополнительного расследования ФБР. Демократы поприветствовали это. Я аплодирую решению сенатора Джеффа Флейка вознестись над этим фанатичным цирковым представлением, которое царит во всем процессе, заметил сенатор Западной Вирджинии Джо Мэнчин. Но в Вашингтоне, когда тебя поздравляют с уходом из фанатичного цирка, велики шансы, что ты становишься цирковым режиссером Манежа. И, конечно, Джефф Флейк именно он. Так что же это значит? Особо ничего. ФБР не хотят брать дело. Они уже однозначно ответили, что здесь расследовать нечего. Неделю назад Диана Фейнстин отправила им подлинное письмо Форд. И таким был их ответ. Это не федеральное преступление. Оно и не может им быть. Никакого федерального преступления заявлено не было. Только полиция Мэриленда может проводить расследование в этом направлении. И они его не проводят, потому что, как ни странно, Кристин Блейси Форд не писала заявление против Каванна в юрисдикции района, где, по ее словам, это произошло. Вместо этого ФБР проведет так называемое дополнительное расследование. Агенты опросят лишь тех, кто непосредственно относится к первоначальному заявлению Кристин Бейсли Форд. В этом случае это будут Кристин Форд и Брэд Каванна, конечно, как и три человека, которые, как говорит Форд, присутствовали, когда на нее напали в 1982-м. Это Марк Джадж, Ли Джей Смит и Лейланд Кайсер. Проблема в том, что все пятеро уже дали показания под присягой, и вы знаете, что они сказали. Четверо под присягой категорически отвергли версию истории Форд. И если они откажутся от своих предыдущих показаний, то могут попасть под уголовную ответственность. Так что же может нам стать известным из их допроса ФБР? Имейте в виду, что ФБР не может судить в процессе расследования. Они не приводят никаких оценок и не делают заключений. Они просто проводят допросы и сводят их для законодателей. Неважно, что они говорят вам, ФБР не является решающим звеном ни в этом, ни в любом другом расследовании. Это агентство расследований предоставит Сенату те сведения, которые у Сената уже есть. Итак, Брэда Каванна снова будут допрашивать. Вам, наверное, нужно было проходить осмотр простаты последующие 20 лет, чтобы быть более тщательно проверенным, чем Каванна. Но если вы ищете истину, это бесполезное занятие. Вы можете так не считать, но истина — это не то, что все тут ищут, как вы могли уже догадаться. Демократы надеются на то, что больше безосновательных обвинений выльются в отсрочку, в течение которой ФБР будет расследовать то, что уже давно было расследовано. Возможно, еще один адвокат из порно с рептилиями выйдет на передний план со своим клиентом с фантазиями о групповом изнасиловании, или, может быть, о человеческих жертвоприношениях, или о торговле детьми. Может, в этот раз это будет ритуальное сатанинское совращение? Давно этого никто не пробовал. И когда обвинения будут выдвинуты, демократы потребуют новых публичных слушаний о каждом из них. «Демократия висит на волоске», — скажут они. Имея в виду доступ к власти висит на волоске. Это не такая уж и сложная формула. Каждый в Вашингтоне точно знает, что здесь происходит. За исключением может быть только Джеффа Флейка. Люди, которые знают Флейка, говорят, что он действительно верит, что демократы действуют из хороших побуждений. Возможно, он пробуется к новому работодателю. В любом случае, нужно быть идиотом, чтобы считать, что углубление в это требование побудит демократов отозвать пятнающую кампанию против Бретта Каванна и его семьи. И они не отзовут, наоборот, они ускорятся. Почему нет, это работает. Но у этого есть цена, особенно у республиканцев. В данной ситуации Каванна не просто кандидат на пост высшего судьи. Он народный герой для многих людей, вдохновитель миллионов. Люди, которые свои последние два года были запуганы и угнетены моральным дном, были воодушевлены тем, что он сказал вчера. Они были бесчестно оклеветаны, потому что стояли на пути других людей, получающих власть, и были принуждены заткнуться и повиноваться. Каванна встал за этих людей и показал средний палец своим мучителям, и люди любят его за это. Сегодня Каванна намного популярнее среди республиканских избирателей, чем любой другой республиканский сенатор. Да он популярнее, чем весь сенат вместе взятый. Каванна, наверное, бы так не сказал, но он знает, что такое постоянство властителя. И он надолго запомнит, помогли ли ему республиканцы, когда ему нужна была помощь, или нет. Каванна! Каванна! Казань шаг! Казань шаг! Редактор субтитров Н.Александрова! Продолжение следует...